МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики, студия Геляна Багаева. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До текущего года в Калмыкии стартует прием заявок на заключение социального контракта. Данная мера поддержки призвана помочь жителям выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение. Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что социальный контракт – это актуальная, своевременная и эффективная мера. Глава Калмыкии Батухайсиков отметил, что социальная программа даст возможности для развития не только жителям Калмыкии, но и республики в целом. Соцконтракт позволяет нашим землякам получать натуральную или финансовую помощь, но при этом участники обязуются пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело или вести личное подсобное хозяйство, что востребовано в селах, прокомментировал он. По словам главы республики, благодаря соцконтрактам в регионе планируют поддержать не менее 500 малоимущих семей. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено более 70 миллионов рублей. Размер выплаты в рамках социального контракта определяется с учетом мероприятий программы. Поиск работы, создание ИП, помощь в трудной ситуации, ведение личного подсобного хозяйства и профобучение. Как рассказала министр социального развития, труда и занятости Марина Альзетеева, предоставление социальной помощи на основании социального контракта является одним из мероприятий плана по снижению бедности до 2030 года, утвержденного правительством Калмыкии. Территориальные центры социальной защиты готовы к приему заявления на предоставление социального контракта, сообщили в министерстве. Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Стимул» Калмыкия увеличивает объем жилищного строительства. Лучший результат по динамике доступности жилья в 2020 году наблюдается в Калмыкии, где доступность выросла с 19 до 26%. Результаты исследования были представлены экспертами агентства «Реановости» на основе данных Центробанка и Росстата. Глава Калмыкии Батухасиков прокомментировал, что жители нашей республики стали чаще приобретать жилье, используя при этом все льготные программы кредитования. В прошлом году при получении потечных кредитов этой возможностью воспользовались почти 300 из 3146 человек. Так, семьям с детьми было предоставлено 26 льготных ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека» – 48 ипотечных кредитов, а по программе «Льготная новостройка» – 224. Также Батухасиков рассказал, что в регионе активно увеличивается объем жилищного строительства. В прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» было построено 87,5 тысяч квадратных метров или 110% к плановому показателю, когда как годом ранее – 101%, сказал глава региона. Также он поделился, что в этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 92 тысячи квадратных метров жилья многоквартирных и индивидуальных домов. С начала года уже был введен 100-квартирный жилой дом площадью 5,5 тысяч квадратных метров. До конца года ждается сдача еще 10 многоквартирных домов. Этих показателей руководство республики планирует достичь благодаря нас проекту, а также программе «Стимул», которая в текущем году заработает в Камаке впервые. Сегодня состоялась 22-я стесня Народного хурала. Парламент Республики в ходе заседания депутаты рассмотрели 21 вопрос, в том числе и кадровые перестановки. Народные избранники заслушали доклады об итогах работы в 2020 году органов внутренних дел, о положении детей и защите их прав, а также отчет контрольно-счетной палаты. Далее подробности. В начале заседания парламентарий большинством голосов выбрали кандидатуру Сергея Сухинина на должность заместителя председателя Народного хурала. Также единогласно были признаны полномочия нового депутата калмыцкого парламента Дмитрия Сангаджиева. Далее представитель главы Калмыкии в Народном хурале Араш Манджиев по поручению главы региона представил народным избранникам законопроект об учреждении новой государственной награды ордена имени Басана Бадминовича Гордвикова. Эта инициатива была поддержана единогласно. В частности, статья 7.1 предусматривает основания награждения ордена Масана Бадминовича, после которого заслуги развития сельских хозяйств, строительства, транспорта, укрепления, правопорядка, законность в области культуры, наук и литературы, активное действие в развитии дружеских связей с республиками с зарубежством и другие основания. Также в рамках заседания был рассмотрен ряд законодательных инициатив социальной направленности, в их числе поправки в республиканские законы и лица из категории о детях войны. В частности, предлагается заменить единовременную выплату в сумме 2000 рублей на ежемесячную выплату в размере 500 рублей. Напомним, что статус «Дети войны» был законодательно закреплен в марте 2020 года. Кроме того, с этого года день принятия степного уложения, 5 апреля, исключается из числа нерабочих праздничных дней, но остается памятным. В рамках правительственного часа о деятельности органов внутренних дел за 2020 годы доложил профильный министр Сергей Никифоров. Всего за стекший период министерствам отработано более 37 тысяч заявлений о преступлениях и правонарушениях. Расследовано более 2000 преступлений. Каждая пятая из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Значительно безопаснее стало на улицах. Только за 2020 год количество преступлений в общественных местах сократилось почти на 1,5%, а за последние 5 лет на более чем 18%. В то же время выросло число правонарушений, совершаемых с использованием современных технологий. Увеличение на 2,5% общего массива регистрированных преступлений не дает повода для категорического вывода обострения общей коронавирусной ситуации. Данный процесс был предсказуем, и основная его причина – это резкий рост преступлений с использованием современных технологий. Средств связи в сети интернет. Он наблюдается в последние годы, и в 2020 году их количество выросло почти в два раза. Данная ситуация наблюдается и в целом по России. Без учета киберпреступлений массив тяжких и особо тяжких преступлений заметно ниже. Значительно меньше зарегистрировано таких резонансных преступных влияния, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровья со смертельным уходом, изнасилований, а также грабежей и краж в том числе квартирных и угонов автомобилей. О положении детей и защите их прав рассказал завеститель министра образования и науки Герман Санжарыков. По его словам, в республике создано более 6 тысяч дополнительных мест для дошкольников. До 2022 года будет создано еще 409 мест для детей в возрасте до 3 лет. Докладчик рассказал и о мерах соцподдержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Таковых сегодня 336 человек. Под опекой находятся практически все 322 ребенка, в том числе 18 детей-инвалидов. Из них в приемных семьях 6 человек. Ежемесячный размер денежных выплат на содержание одного ребенка, оставшегося без попечения родителей в семье Абекуна, составило на одного опекаемого 11 422 рубля в 2020 году и 17 133 рублей на одного ребенка-инвалида. Ежемесячное вознаграждение приемным родителям, это другая форма устройства детей, переданного в приемную семью, установлено на одного ребенка в размере 20 тысяч, и на каждого ребенка-инвалида 30 тысяч рублей. Всего в республике 16 приемных семей, в которых последуются 24 ребенка-сироты, в том числе 6 детей. Следует отметить, что на каждом пленарном заседании депутаты рассматривают около 100 проектов федеральных законов. Результаты данной деятельности демонстрируют уровень включенности регионального парламента в законотворческий процесс Российской Федерации. Полина Бивенова, Анатолий Коженбаев, информационная программа Дель Республики. В Калмыки провели совещание по памятным и юбилейным датам. В совещании под председательством руководителей администрации главы Республики Калмыки Чингиза Берекова приняли участие представители органов власти, научно-образовательных учреждений и общественных организаций. В этом году исполняется 80 лет с момента создания доблестной 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. В 2022 году – 80-летие оборонительных боев на Дону, где воины Калмыцкой дивизии проявили пример исключительной стойкости и героизма. Известный общественник Арсланг Санджиев предложил увековечить память ратных подвигов наших предков, которые принимали участие во всех воинах России, создав мемориал воинской доблести калмыцкого народа от 17 до 21 века. Он отметил, что несколько лет назад инициативная группа разработала эскиз такого мемориала, который мог бы органично вписаться в ландшафт первого микрорайона Элисты к югу от памятника танк Т-34. Планируется также создать оргкомитет по празднованию 80-летия 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. И еще в этом году отмечается 30 лет со дня первого исторического визита его святейшества Далаламы 14-го в Калмыкию. Как отметил администратор Центрального Хурула, член общественной палаты Йонтенгелюнг, мероприятия, приуроченные к этой дате, станут важным событием в религиозной жизни республики. Также в этом году исполняется 135 лет со дня рождения Номтуа Чирова, благодаря которому был сохранен для всего цивилизованного мира величайший памятник духовной культуры калмыцкого народа героический апост Джангар. Участники совещания решили ходатайствовать о возобновлении премии имени Номтуа Чирова издание указа главы о праздновании 135-летия со дня рождения видного общественного политического деятеля и просветителя. Руководитель администрации главы Калмыки Чингисберегов провел встречу с представителями фракции Лесинского городского собрания. Участники обсудили вопросы поддержки многодетных семей, очереди на получение социального жилья в городе, проведение спортивных мероприятий. Были представлены конструктивные предложения по озвученным темам. Отдельно уделили внимание вопросу передачи республиканского предприятия «Домостроительный комбинат в активы города Элисты». Чингисберегов отметил, что встреча прошла в формате открытого диалога. Здорово, что представители разных партий готовы взаимодействовать и работать в конструктивном ключе. Это подчеркивает желание каждого внести свой вклад в развитие как в нашей столице, так и в республике в целом, поделился руководитель администрации главы республики Калмыкия. В доме-интернате для престарелых и инвалидов Малодербетовского района зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из 59 жителей интерната вирус обнаружен у 41 человека. Шесть раз них температурят, у остальных болезнь протекает бессимптомно. Также COVID-19 выявлен у одного сотрудника соцучреждения, остальные находятся под наблюдением врачей. Как отметил министр здравоохранения Калмыкия Юрий Кикенов, медики приступили к оказанию помощи заболевшим. Все необходимые ресурсы у здравоохранения для этого есть. Ну а сейчас общие данные по республике. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 79 жителей Калмыкии. 51 человек выздоровел. В террором состоянии 11 пациентов, в том числе 6 на ИВЛ. Один человек скончался. В госпиталях на лечении находятся 439 пациентов, а в режиме домашней изоляции 3577. Калмыцкий госуниверситет отпраздновал Масленицу с иностранными студентами. Всего в мероприятии приняли участие представители 7 центров русского языка опорного вуза республики, открытых в Китае, Монголии, Палестине и Узбекистане. К онлайн-собранию также присоединились студенты Каламгу, а их более полутора тысячи. Гости узнали, в какие игры традиционно играли на Масленицу, какие песни пели. Вузе напомнили, что на Масленицу в народе было принято штурмовать снежную крепость, устраивать коны и бега, угощать блинами. Проводить такой телемост, где не только кураторы, преподаватели этих центров выступят, но и ребята из этих государств представят по одному номеру на русском языке, будь то песня или стихотворение. Поэтому мы ждем с нетерпением этой встречи. Это очень будет интересно, познавательно. Мы изучаем лингвосторонаведение. Мы намерены, что такие наши встречи будут продолжаться. Этой весной начнется перезагрузка территории дачи Басанова-Дминч-Городовикова. Сначала запланированы субботники и уборка сада, а в теплое время здесь пройдет два больших фестиваля. Райя Нали в апреле и Кони Ветра в августе. Присоединиться к созданию новой легенды этого места художники и все творческие горожане. Мы собираем работы граффитчиков, художников, тех людей, которые могут предоставить видео-арт, эскизы, фото, документальные постановки, документальный театр. Стрит-арт, граффити, перформансы. Пусть это будет разнообразная наша палитра творческих людей, творческих работ, чтобы мы могли выразить себя и чтобы люди, которым этого давно не хватает, могли это прочувствовать, вкусить, побывав на этом фестивале. Фестиваль Райя Нали пройдет 24 и 25 апреля. Здание дачи станет галереей, в которой будут размещены арт-объекты и экспозиции. Предложить свои работы для выставки или идею художественного проекта может каждый, кто примет участие в открытом конкурсе. Ну а фестиваль Кони Ветра пройдет 21 и 22 августа. Также на площадке дачи с требованиями к работам и условиям участия можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и туризма Камыки. Справки по указанному телефону. В очередной раз калмыцкие росгвардейцы продемонстрировали силу духа и высокое спортивное мастерство. В Краснодарском крае завершился чемпионат Южного округа войск Нацгвардии России под дзюдо. Турнир прошел в Армавире. В нем участвовали 144 спортсмена из территориальных органов, соединений и воинских частей. Состязания прошли в семи весовых категориях. Сборная Камыки заняла третье место. В весовых категориях до 60, до 73 и свыше 100 килограммов. Серебро взял старший лейтенант полиции Сумьян Настинов, бронзу лейтенант полиции Владислав Тегиев и майор полиции Герман Акаев. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке и рос целиком и на официальном аккаунте в инстаграм.реакалм.ру. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин